Здравствуйте. Коллекционно-карточные игры это один из, наверное, самых таких мастхевных жанров во всей сфере криптоигр. У нас на канале был обзор уже как минимум на три игры этого жанра. Я уж сам со счета сбился, но это был, насколько я помню, God's Unchained, самый близкий аналог к Хардстоуну. Era 7, очень приятная ККИшка с классным визуальным стилем, ближе, наверное, к Гвинту, как мне показалось. Там все завязано на такой чистой позиционке существ на поле боя. Сплинтерлендс с механикой эдакого автобаттлера, такая автокКИ, если ее можно так назвать, тоже рекомендую заценить. И вроде бы все. Axie Infinity хоть и обладает частично механикой ККИ, но все-таки она про другое. То же самое относится и к тем акулкам. Так вот, в чем же причина такой популярности жанра ККИ в сфере криптоигр? Наверное, это простота реализации, простота монетизации за счет карт, плюс привлечение довольно крупной аудитории. Посему мы с вами еще не одну ККИ, я думаю, будем рассматривать, чует мое седалище. Однако есть один важный нюанс. Чтобы попасть к нам на обзор, игра должна быть уникальной по своим механикам и давать какой-то именно новый экспириенс в плане геймплея. В связи с чем, сегодня мы рассмотрим одну из совершенно новых ККИ, которая только готовится штурмовать рынок. И у вас есть все шансы залететь в числе первых. А это значит, что вы на канале Project Armor, а за микрофоном уселся, как всегда, Даниил. И сегодня мы порадуем вас обзором на свеженькое. Cross the Ages. Перед началом ролика лишь попрошу поставить лайк и написать комментарий в поддержку, если этот ролик будет вам интересен. Подписаться на канал, чтобы не пропускать обзоры на самые интересные и перспективные криптоигры. И не забывать, конечно, заглядывать в нашу тележку, где тоже куча интересного контента. Итак, пожалуй, главной особенностью и важным нюансом сегодняшнего обзора будет факт, что игра прям совсем свежак. В максимально раннем доступе со всеми вытекающими. Обычно мы делаем обзоры на игры, которые более-менее доделаны, ну, либо прошли хотя бы несколько итераций. Однако, люди просили что-то прям максимально свежее, что вышло бы там условно вчера. Так что добро пожаловать. Начнем с того, что Cross the Ages это в первую очередь серия бесплатных книг. Да, и абсолютно серьезно, по этой вселенной существуют книги, первые из которых уже доступны к прочтению, остальные выйдут чуть попозже в порядке очереди. И это уже интересный момент, так как это дает довольно мощный фундамент под лор, нарратив и все с этим связанное. Ну и годный маркетинговый ход, чего греха таить. Над книгами трудится целая команда опытных сценаристов, а это дает дополнительную надежду на то, что проект пилится на долгосрок и не заскамится в первые месяцы. Сам я книгу, к сожалению, не читал, времени нету, но просто знайте, что ее можно скачать, она абсолютно бесплатная, и вы можете ее, собственно, прочитать, может кому-то из вас понравится. Так что в плане нарратива все ок, да и чего греха таить, с точки зрения визуала все выглядит тоже здорово. Ну тот же сеттинг. Это интересная смесь фэнтези и киберпанка, и тут всякие волшебные существа сталкиваются в бою с киборгами, и мутузятся между собой за источники энергии, что в целом тоже довольно любопытно. Сама же игра, как я уже говорил выше, в жанре ККИ. Пилится она под мобильное устройство, хотя есть клиент для ПК, что радует. И интересный момент, пилится под вертикальную ориентацию экрана, что довольно удобно лежа на диванчике со смартфоном. Ну и раз это ККИ, то большая часть механик нам уже примерно понятна, не правда ли? Чтобы поиграть в Cross the Ages, вам необходимо зарегистрироваться и, конечно, получить колоду в 20 карт. Интересный момент, что начать играть можно по сути бесплатно, то есть базовая колода, насколько я понял, выдается прям при регистрации, и вы в этом демо-режиме можете опробовать игру. Но далеко на этом вы, конечно, не уедете. Хотя, я думаю, вы это и сами прекрасно понимаете, уж сколько раз мы рассматривали такие проекты, по факту бесплатно ни в одном вы не добьетесь какого-то адекватного успеха. Так что да, вам надо собрать колоду в 20 карт, и после этого вы сможете играть. Что до самой механики сражений, тут есть особенность. Обычно в ККИ наша задача выставлять своих существ, убивать вражеских и ломать лицо вражескому герою. Ну, вы знаете. Однако здесь кое-что реально поинтереснее, и я был приятно удивлен механике игры. Основная суть боя это захват поля картами. Карты же делятся на стихии, а также у карт есть показатель мощи или хп, называйте как хотите. Так вот прикол в следующем. Ваша задача подобрать и выставить карты таким образом, чтобы ваше влияние на доску было больше. И это тяжело вот так вот на словах пояснить. Давайте попробую чуть издалека. Есть три вида карт. Основной вид карт это, конечно, боевые. С помощью которых вы можете захватить карту врага или защитить свою позицию. У карты, как я уже сказал, есть стихия, природа, земля, огонь, вода, воздух, тьма и свет. Да также параметр силы. И эти карты самые ходовые в бою. Есть еще полевые карты. Эти карты не занимают места на доске, они изменяют поле и применяют различные эффекты, которые могут длиться несколько ходов, либо пока враг не отменит эффект. Плюс эти самые эффекты можно комбить с другими картами на ура, так как эффект не завершает ход. И, конечно, есть карта лидера, одна на всю колоду, своего рода легендарка. Все сражения идут на доске 4 на 4. И вам нужно разыгрывать карты в любую ячейку, но с умом, конечно. Когда вы выкладываете существо на ячейку, эта ячейка становится вашей, и вы склоняете счет в свою сторону. Но владелец у карты может измениться, и вашу карту у вас могут наглым образом отжать. Ну или вы можете у кого-нибудь честно и благородно ее захватить. Для этого существует механика, собственно, захвата. Чтобы захватить карту, надо подложить к ней соседа, т.е. разыграть существо в ячейке рядом, неважно с какой стороны. И когда вы кладете карту рядом, она пытается захватить вражескую карту. А захват основан как раз на силе карты плюс модификаторах. Эти параметры сравниваются, и высчитывается результат. Плюс не стоит забывать про цепи у каждой карты, ограниченное количество возможностей атаковать. Если у карты счетчик цепи 2, то она может атаковать только 2 карты. И от этого тоже должна зависеть ваша позицион очка. Плюс еще есть система родства, которая позволяет усиливать ваши карты с помощью рядом разыгранных союзных, т.е. схожих по стихиям. Я признаюсь честно, пока вы будете с этим разбираться, у вас, наверное, мозги закипят. Это нормально, у меня точно закипели. Но это увлекательно. И это не самая простая механика, и для ККИ довольно непривычная. Но, в целом, эту самую игромеханику я одобряю, мне она правда понравилась. Что до графона, несмотря на некоторую топорность, графончик прям очень приятный, эффекты сочные. В этом плане тоже все сделано замечательно. Но, давайте поговорим про сам проект с точки зрения разработки, студии, людей. Первое, что мне понравилось, это открытость команды. Уж очень часто в криптоиграх команда желает оставаться анонимной, и репутации им это вообще не добавляет никак. В случае с этой игрой все строго наоборот. Команда полностью открыта, это реальные люди, на них можно подписаться в различных социальных сетях. Глава студии частенько дает интервью, что тоже круто, и можно оценить ход его мыслей. Его игровоззрение, как я бы это назвал. Этот момент радует. Также в студии гигантское количество художников, иллюстраторов, и это видно в самой игре. Карточки обладают какой-то безумной детализацией, они очень красивые, но, как по мне, разрабы даже немножко перезаморочились. Потому что с маленького экрана оценить всю красоту и всю эту высокодетализированность довольно тяжело. И более простой визуальный стиль, как по мне, по глазам бьет меньше, а тут такой лютый графон, но ты его не можешь оценить. Все такое мелкое, вот эти все детали, их невозможно рассмотреть. А еще есть приколюха, когда ты разыгрываешь легендарку, воспроизводится довольно крутой синематик с персонажем. И первые несколько раз это круто, а потом начинает откровенно задалбывать. В общем, подход у разрабов с точки зрения визуала какой-то слишком дотошный, и в некоторых моментах я бы им порекомендовал, наоборот, быть попроще. Но посмотрим, как изменится политика разработки в долгосрочной перспективе. Ну да ладно, я немножко отвлекся. Короче, студия хорошая, работаю достаточно грамотно, слишком, правда, что заморочено, но открыто. И это большой плюс, это очень радует. Конечно, у проекта есть и роудмэп, и он, как по мне, сделан не очень. Без подробностей, без чека по выполненной работе, хотя, надо признать, они ему вполне себе следуют и почти не отстают. Например, ранний доступ в конце лета 2022-го, есть. Ранний доступ у игры вышел, по сути, а в более публичный доступ игра выйдет в октябре, то есть уже в этом месяце, и в целом то на то и выходит. Что до условных перспектив проекта, Cross the Ages не особо богат в плане финансов, но достаточно самостоятелен, чтобы продолжать развивать проект. Около 15 лямов долларов был закончен инвестиционный раунд, игра в раннем доступе, все ок, все работает, и игра продолжает обновляться. А инвесторами являются Анимоко Брендс, Юбисофт, Полигон и также Себастьян Боргетт, соучредитель и главный операционный директор The Sandbox. Так что я думаю, сейчас игра выйдет в публичный доступ и будет еще небольшой приток, плюс прибыль с игроков. Что до, собственно, блокчейна. Игра работает на блокчейне Полигон, он сейчас становится все более популярен в криптоиграх, цены на газ у него копейки и работает при этом весьма стабильно, что, конечно, нам на руку. Основным токеном игры является кристалл. Токен можно зарабатывать, выигрывать в игре, и кристаллы требуются практически для всех операций вне сети. Они же, собственно, обмениваются на токены CTA по внутреннему курсу на внутриигровом рынке. Ну и также есть золото, но это типичная мягкая валюта, она нас мало интересует. NFT-шки же тут, как и во всех блокчейн ККИ, это карты. Интересной особенностью является фишка, что вы можете распечатать только предыдущую коллекцию. То есть выходит, например, коллекция номер 4, а вы можете распечатать коллекцию номер 3. Забавная штука, хотя я не совсем понимаю, как это будет работать на практике. И что именно это даст игрокам, но посмотрим. В год выходят две NFT-коллекции, и в каждые 145 карточек. Можно заняться слиянием карточек за золото, плюс за CTA-токен, чтобы карточки, собственно, улучшать. Ну и важный момент, что в будущем будет система лендов, куда же без нее. Короче, если подвести небольшие итоги, то можно с уверенностью сказать, Cross the Ages это крайне перспективная игрушка и увлекательная. По крайней мере, с точки зрения процесса разработки, подхода к разработке, подхода к геймплею, продвижению и всему такому прочему. Что до заработка, тут только время покажет. Игра еще совсем свежая, но, как мне кажется, есть все хорошие шансы срубить неплохой кэш как раз за счет новизны проекта. Но мы, как обычно, ни к чему не призываем. Только вы сами решаете, стоит ли инвестировать и залетать в проект, а мы просто подсказываем, чего нового есть на рынке. Такая уж у нас судьба. Так что за просмотр, как всегда, огромное спасибо. Поддержите ролик лайком, комментарием, подпишитесь на ютуб канал и на нашу тележку. И до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok